Здравствуйте, в эфире Город Лайв, продолжаем, с вами Михаил Самоляков и сегодня у меня в гостях замечательный гость, это Антонович Алексей Федорович, директор Центра Материнского Капитала. Алексей, здравствуйте, рад вас приветствовать. Знаете, первый вопрос всегда задаю, как к нам забрались, как настроение? Все хорошо, Калининград шепчет, сегодня погода отличная. Погода супер, действительно, и не скажешь, что мы в Калининграде, плюс больших градусов. Расскажите, пожалуйста, немножко о вашей компании, потому что, я уверяю вас, нашим телезрителям это интересно. Наша компания открыта с 2014 года, занимаемся мы целевыми займами, работаем, выдаем займы под материнский капитал. Сейчас уже последних пару лет мы расширили свой ареал, так сказать, работы и завели некоторые дополнительные доп. услуги для наших клиентов. Это подбор недвижимости, это какие-то вопросы касаемо юридических вопросов, потому что люди приходят, у них не сразу четко, хочу вот это купить. Как правило, у них какие-то бывают, это хотим продать, это хотим обменять, вот это хотим взять, как это лучше сделать. Поэтому мы пытаемся сейчас сделать весь комплекс, чтобы человек, приходя к нам, получил весь спектр услуг. То есть, даете ясность этому человеку? Абсолютно, да. Потому что, как... Все понятно. Скажите, а вот возможно ли реализовать материнский капитал, например, на строительство дома? Да, возможно. А сейчас, тем более, чуть-чуть расслабили, так сказать, возможность, на что это можно потратить, в плане того, что ввели формат земли, поменяли СНТ, садовое огородничество. Помимо было ИЖС, сейчас ввели садовое огородничество. Что это значит? Какие нюансы там должны быть? То бишь, земельный участок и разрешение на строительство должно быть на кого-то из членов семьи. Таким образом, да. И постройка, когда построится, у нее должен быть в паспорте написано, что это жилое помещение. Только после этого, по этим параметрам, это здание будет подходить. То есть, в принципе, все возможно, но есть некоторые нюансы? Да, эти нюансы, как правило, да, соблюдают. Соблюсти. А вот интересно, в каком возрасте ребенка можно получить займ под материнский капитал? Ну, вот это самый такой интересный вопрос. Как бы, вообще, после трех лет младшему ребенку, когда исполняется, человек может воспользоваться реализацией материнского капитала. Но для этого существуем мы, допустим, такие компании, как мы, кооперативы, которые выдают целевые займы. До этого? До этого. Есть закон 256 ФЗ 2006 года, который гласит, что коммерческие организации могут работать и выдавать, собственно, займы, не дожидаясь трехлетнего возраста. Поэтому, когда человек приходит к нам, это называется целевой займ, мы тратим его на цель. То бишь, цельным материнским капиталом либо построить дом, либо купить недвижимость. Собственно, вот мы используем, либо на одно, либо на другое. То есть, вот такая развилочка выбора, да? Да, только так. Машины, там все остальное. Будьте внимательны, дорогие телезрители, потому что папа, наверное, сейчас, эх. Да, многих, многие расстраиваются. Да, скажите, пожалуйста, вот интересно все-таки, кредитная история в вашем случае важна или все-таки человек вроде бы материнский капитал получает, но не важно, какая у него кредитная история? В нашем случае кредитная история не нужна, да. Мы чуть-чуть лояльнее, чем банки. Мы также проверяем людей, все, собственно, до службы безопасности, все так же. Но в плане кредитной истории она не настолько нам важна, потому что сумма займа, она не такая большая, так как она равна сумме сертификата. И, собственно, мы берем в обременение недвижимость, и как бы все достаточно хорошо все проходит, если люди, собственно, не начинают что-то придумывать. Ну, то есть, у вас есть гарантия, по сути, что человек внесет эту оплату, понятно. А как, скажем, когда производится расчет за сделку, в какой момент, то есть, как только получается капитал? Ну, здесь человек, придя к нам, мы, собственно, разговариваем с ним и с продавцом, да, как им будет удобно. Потому что есть несколько программ, есть на момент сделки, когда заключили договор купли-продажи и сдали документы на регистрацию в МФЦ, мы можем выдать деньги. Либо на момент, когда сделка уже закончилась, человек забрал договор, все зарегистрированные приходят к нам, собственно, показывают, мы это видим, и переводим денежные средства после сделки. Ну, здесь, опять же, мы разговариваем, как с продавцами, с покупателем, какие у них нюансы, у них бывают какие-то там договоренности между собой, когда кто должен получить. Мы это все, собственно, обсуждаем. Вы, собственно, ответили на следующий мой вопрос. Я хотел спросить, оказываете ли вы юридическое сопровождение сделки? Абсолютно. Здесь момент в том, что много бывает нюансов, нет одинаковых историй, такие, что пришел, и каждый человек приходит и говорит, я вот хочу так. У каждого своя какая-то история у человека. Кто-то хочет купить долю, кто-то хочет дом купить, у кого-то, ну, и вот эти моменты мы должны все прорешать. То бишь мы, помимо юридического сопровождения, мы еще проверяем объект продавца, чтобы наш клиент не попал в какую-нибудь неприятную ситуацию. Мы полностью это проверяем и говорим, что имеет место быть сделка или нет. Собственно, потом мы начинаем с ним работать и до самого конца. Можно я какую-то ясность внесу, чтобы действительно было понятно? То есть, когда квартиру мы покупаем, например, и нам риэлтор помогает проверить ее на чисто плотность. Ну, это как вам сказать? Риэлтор, это, как правило, бывает со стороны продавца. Ну, по-разному. Покупателя, да. А мы представляем нашего клиента, то бишь он покупатель. Вы для него делаете эту свою... Да, мы проверяем вторую сторону, чтобы как бы было все разумно. А вот вопрос, допустим, рядовой наш телезритель или будущий ваш потенциальный клиент. Может ли к вам обратиться за бесплатной консультацией? Абсолютно. У нас мы даем консультацию и по телефону, и напрямую в офисе. То есть, может к вам прийти? Да, мы рассматриваем все варианты, потому что, опять же, вопросов очень много, потому что нетипичные ситуации, как правило, у нас бывают. Скажите, у меня возник вопрос, а какое количество может быть у этих выплат? Ну, потому что количество детей-то разное бывает, материнский капитал. Ну, как правило, здесь, смотрите, здесь такая тонкость, что сейчас можно получить за первого ребенка. Раньше это было только за второго, а сейчас как бы можно за первого, за второго и за третьего. Это вальируется сумма повышения какого-то. У нас еще в регионе есть региональный сертификат, помимо материнского капитала, есть за третьего ребенка, который работает в Дом.РФ. Это тоже направление на недвижимость. Субсидии есть, и с каждой надо прорабатывать отдельно. Ну, то есть, есть возможность не за разовый. Да, если у семьи детей больше, чем 1-2, то у них есть возможность, если они хотят увеличить свою квадратную площадь, они могут прийти и все сертификаты, они могут собрать и, собственно, получить одну сумму какую-то большую. Ну, здорово, я думаю, что вы делаете очень полезное дело. Я хотел бы к вам обратиться, может быть, вы передадите какую-то важную информацию нашим телезрителям, наша камера, ваша камера. Приглашайте. Что хотел сказать бы, любите друг друга, рожайте детей и приходите к нам за сертификат. Ну, смотрите, я думаю, что наши телезрители уже готовы друг друга любить и направляться, действительно, потому что в наше время материнский капитал как никогда всегда кстати, и вы помогаете нашим телезрителям. Спасибо большое, что были с нами. Я напомню, что в гостях у нас был директор Центра материнского капитала Антонович Алексей Федорович. Спасибо вам большое. Спасибо вам. За эту информацию, дорогие телезрители, не переключайтесь, оставайтесь с нами.